Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша. Только что с почты забрал вот эту вот посылку. Здесь, по идее, должны быть софтбоксы. Собственно, давайте её откроем, но у меня такого ещё впечатления, что здесь у нас также имеются разветвлители. Поэтому давайте начинать распаковывать. Поехали! Так, с какой бы стороны это всё дело начать распаковывать? Довольно-таки всё надёжно запаковано. Не знаю, мне его перенаправлял ещё магазин Штепсель. То есть, они мне его заказали с Ебэя. Заказали мы софтбоксы с Ебэя, потому что у меня, как вы знаете, есть самодельные, но они мне как-то не очень подходят. В том плане, что их нельзя сложить и с собой куда-то взять. Поэтому, собственно, был сделан такой, как бы я бы сказал, вывод, что нужно заказать уже, наконец-то, нормальные софтбоксы. Вот мы сразу видим, какой здесь у нас с вами большой чехол для них, для транспортировки. То есть, всё продумано. Стоит, опять же, повторюсь, всё это дело 89 долларов. Вот такой чехол большой. Так, давайте его уже открывать, смотреть, что у нас здесь в самом чехле. Такое чёрное-белое пятно. Так, у нас с вами здесь есть коробки. Всё-таки, да, вот они, разветвители. Они, судя по всему, идут в комплекте. Вот они вот так вот выглядят. То есть, мы вкручиваем с вами вот один такой цоколь, и у нас получается 4 лампочки. Значит, вот первый разветвитель. И также вот здесь у нас с вами есть второй. Вот, вот так вот это всё дело выглядит. Смотрим дальше. Первая вот такая, нет, давайте с вот этого начнём. Вот Укрпочта. Здесь у нас всё дело помечено. Судя по всему, её уже распаковывали до меня. И тут есть метка Укрпочты. Потому что оно, собственно, приходило, скорее всего, наверное, через таможню, где мой ножик. Давайте тут, как её все называют, пупырку разрежем. Вот. Кстати, если вам нравятся распаковки каких-то вот таких вот посылок, то обязательно ставьте лайк этому видео. Мы с вами будем продолжать в таком плане делать всякие разные видео. Итак, вот у нас с вами стойка номер один. Вот так вот она у нас с вами открывается. Здесь необходимо открутить винт. И, собственно, давайте попробуем её вытащить. Вот, вот так. Вот так всё это дело выезжает. На камеру это трудно показать. Потом в полнорост покажу. То есть вот такая вот у нас стойка. Стойка раз. Вот, вроде бы, целая. По идее, по описанию она должна быть у нас с вами высотой в 2 метра. Это мы немножко с вами позже узнаем. Идём дальше. Ещё одна пупырка. Давайте пока это отодвинем. Вот так вот. Вот так. Это всё дело выглядит. Единственное, что, по-моему, видео не в фокусе. Вот таким вот образом мы всё это вытаскиваем. Варварски. Вот. Я когда смотрел на посылку, я что-то решил, что там всё-таки не хватает одного софтбокса. Потому что смотрел видео на ютубе, и там ребятам приходили без одного софтбокса. Но здесь такая же конструкция, думаю, рассказывать не нужно. Опять же, стоечка вот на 2 метра. Так. Так, возвращаемся к сумке. И здесь у нас вот такой чехол. И вот ещё один чехол чёрный. Вот такие 2 штучки. Здесь у нас где-то должно всё это дело открываться. Ага. Тут такая вот липучечка. Вот. И что у нас здесь с вами есть? Ого. Ну, это уже, конечно, ребят, другое дело. Значит, во-первых, у нас идёт ткань вот белая. Она у вас засвечена будет немного. Вот так вот она выглядит. Это на софтбокс одевать. И, собственно, вот сам наш софтбокс. Вот как там. Так его, наверное, вам показать. То есть мы вот таким вот образом всё это дело вдавливаем туда внутрь. Главное правильно это сделать. Сейчас. Первый раз собираю софтбоксы. Вот. То есть вот так вся эта история будет выглядеть. Вот такой вот софтбокс. Ну, и здесь, естественно, провод. Давайте его перевернём. Провод с выключателем. Вот. Он же у нас ставится на стойку. И также здесь имеется ещё один второй чехол. Вот такой вот. И в нём лежит ещё один софтбокс. Опять же, с проводом. С этой белой штучкой. Кстати, давайте откроем пакетик. Всё-таки посмотрим, как она будет крепиться на сам софтбокс. Вот так это всё дело делается. Вот так и вот так. Да. Здесь просто обычные липучки. Всё это дело цепляется на непосредственно наш софтбокс для того, чтобы тени от предмета, собственно, на который будет светить софтбокс, были немножко, так сказать, мягкие. Давайте откроем ещё один. Вот так вот просто вдавливается вот это колечко. И вот мы получаем с вами готовый софтбокс. А вот. Давайте посмотрим, как это будет смотреться с разветвителем. Сейчас мы с вами это всё дело вкрутим. Хочется и быстро, и качественно. Вот таким вот образом это смотрится. Сейчас я быстренько вставлю лампочки. Я их уже давным-давно купил. Вот. По три лампочки буду ставить пока что в каждый софтбокс. Кстати, давайте попробуем всё-таки уже ткань эту прицепить. Так, сейчас накинем по-быстренькому. Вот. Думаю, что видео будет длинным, поэтому как бы кто уже увидел то, что хотел, может отключаться. Вот. А так, смотрите до конца. Мы посмотрим сейчас, как они будут в сборе данной лампы. Ну, собственно, вот такая вот вещь. Я ещё, наверное, это всё дело проглажу, для того, чтобы это всё вообще красиво было. Сейчас буду вставлять лампочки и будем с вами сравнивать картинку, например, насколько ярко всё это дело будет светить от вот этих софтбоксов. И также сравним это дело всё с самодельными софтбоксами, которые, я думаю, вы уже видели в моём видео про хромакей. Давайте, собственно, приступим. Погнали. Итак, собственно, софтбоксы я собрал. Они уже стоят на стойках. Вот, собственно, так это всё дело выглядит в собранном состоянии. И да, китайцы не соврали. Они действительно выдвигаются на высоту в 2 метра. Собственно, сейчас на экранах у вас картинка, которая посвечивается новыми софтбоксами. Вы не видите никаких резких теней. То есть, всё выглядит довольно-таки прикольно. Вот вам ещё одна фотография, как сейчас у меня расставлены софтбоксы. То есть, два моих самодельных и два новых. Сейчас будем сравнивать, как будет выглядеть картинка, подсвечиваемая новыми софтбоксами и самодельными. Единственное отличие их в том, что сейчас в новых софтбоксах стоит 3 лампочки, которые у нас с вами помощнее. Ну, а в старых у нас стоит по одной лампочке. Конечно, можно всё это дело перекрутить. Но я их уже сравниваю в собранном состоянии. То есть, мы просто сравниваем с вами свет, который был раньше и который стал сейчас. То есть, я отключаю новые софтбоксы. На них есть также выключатели, как и на моих самодельных. Единственный минус в том, что у них довольно-таки короткие провода. Я думаю, что в скором времени я их удлиню. Ну, и с вами включаем самодельные софтбоксы. Вот так вот выглядит картинка. Во-первых, мы с вами видим довольно-таки резкие тени. Вот. Ну, и картинка немножко потусклее. И как бы связано, опять же, это с тем, что там всего лишь стоит в каждом софтбоксе по одной лампочке. Вот такая вот покупочка ко мне приехала с eBay. Опять же, повторюсь, софтбоксы стоят 89 долларов. И также, я пока ещё не узнал, всё-таки разветвители идут с ними в комплекте, или это была отдельная посылка. Вот. Но, как бы, если это шло в комплекте, то это довольно-таки хорошо. Опять же, подписывайтесь на канал, в комментариях пишите, нравится ли вам такая рубрика. То есть, распаковки всяких разных посылок. Они будут нечасто, но всё-таки можем с вами распаковывать. Ссылку на раздел с софтбоксами на eBay я оставлю в описании под этим видео. Поэтому переходите, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Делитесь этим видео в социальных сетях. Всем спасибо за просмотр. Пока.